Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и сегодня мы поговорим о вот таком устройстве. Здесь с одной стороны стоит электродвигатель, а с другой на его валу установлена вертушка. Но вал при этом разрезан, вертушка может вращаться сама по себе, а передача от двигателя к вертушке обеспечивается вот такими крестовыми деталями, на которых установлены притягивающиеся к друг другу постоянные магниты. Но я запускаю двигатель и вертушка начинает вращаться, а само это устройство является моделью магнитной муфты. Настоящие магнитные муфты применяются прежде всего в химической промышленности, в насосах для перекачки агрессивных, ядовитых и дурно пахнущих жидкостей. Внутренняя полумуфта насоса, к которой прикреплена крыльчатка, приводится во вращение внешней полумуфтой через непроницаемую для жидкости стенку. Магнитная мешалка, применяемая в химических лабораториях, фактически тоже является магнитной муфтой. И тут появляется первый вопрос, а как это устройство вообще работает, если магниты стоят друг напротив друга и притягиваются друг к другу вот в этом, в осевом направлении? А дело в том, что когда двигатель включен и по валу передается некоторая мощность, оказывается, что магниты стоящие на движущей полумуфте уходят чуть-чуть вперед по отношению к магнитам на движимой полумуфте. И этот сдвиг обеспечивает наличие вращающего момента. Здесь изображены магнитные поля ведущего и ведомого магнитов, построенные в программе Визимак. Чтобы понять, как эти магниты взаимодействуют друг с другом, удобно заменить их кольцевыми токами и изобразить силы, действующие на ведомый магнит. Сонаправленные токи притягиваются друг к другу, противонаправленные отталкиваются друг от друга. В результате появляется компонента силы, увлекающая ведомый магнит за ведущим. И чем больший вращающий момент нам приходится передавать по валу, тем большим оказывается сдвиг между ведущим и ведомым магнитами. Ну и в какой-то момент этот сдвиг становится настолько большим, что магниты должны были бы переключиться вот так. Но посмотрим, что при этом происходит в действительности. Чтобы увеличить эффект наблюдаемый, мы отодвинули две полумуфты друг от друга на 5 мм по сравнению с обычным положением их в этой установке. Ну и вот я запускаю двигатель, вертушка начала вращаться, а теперь я беру и останавливаю, и смотрите, ведущая полумуфта вращается, причем она разогналась, потому что теперь мощность передавать не нужно, а ведомая остановилась. И подкрутить и запустить вот так не удается. Чтобы все заработало, надо остановить, согласовать положение магнитов и запустить установку снова. А теперь я развернул магниты на одной из полумуфт так, чтобы они, будучи вот в этом положении, не притягивались, а отталкивались от магнитов на другой полумуфте. И как только я обе крестовины отпущу, немедленно магниты одной полумуфты становятся напротив пустых пространств другой полумуфте, так, чтобы магниты были друг от друга подальше. Ну, а теперь мы запустим установку. Она пришла во вращение. И мы видим, что она может работать и при таком положении магнитов тоже. И понятно, что когда по валу передается вращающий момент, магниты, ведущие полумуфты, уходят из этого среднего нейтрального положения и подходят ближе к опережающим их магнитам ведомой полумуфты, толкая эти магниты вперед. И вот я опять изобразил ведущие и ведомые магниты в их взаимном положении, направлении их движения, и создаваем этими магнитами магнитные поля. Теперь мы снова заменим магниты на кольцевые витки с током для удобства и изобразим силы действующей стороны частей ведущего магнита на ведомый. И у нас действительно появляется результативная сила, которая толкает ведомый магнит вперед перед ведущим магнитом. А теперь настало время нашего традиционного конечного вопроса, и он будет таким. Представьте себе, что вместо вот этих крестовин и магнитов на их концах, я бы взял два цилиндрических магнита и установил их непосредственно на оси системы, один напротив другого. И спрашивается, будет такая муфта работать или не будет. Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!